друзья приветствую всех на канале бульдозер 221 мы продолжаем новгородовку значит пригнал я все трактора часть уже отмыл припарковал а часть мы уже сейчас будем потихонечку отмывать и запарковывать плоги лемкин также друзья продал почти что весь урожай перевелся на рублевую экономику с продажи урожая примерно вышло около 30 миллионов рублей но плюс купил новый погрузчик купил два прицепа don't can этих значит конвейерных вот этих с трубой чтобы заполнять селки в процессе засеивания и камазы соответственно у нас уехали все остались на элеваторе специально пока что оставил камазы на элеваторе дабы чтобы не был просадки по фпс чтобы вся техника именно вот скопленная в одном месте не просаживала фпс так сильно чтобы мы хотя бы немножко смогли разбросать технику опять же на задачи какие-то так друзья вот здесь у нас получается вот здесь закончили обрабатывать все это жидким навозом значит работали два хтз один шел навстречу другой также шел навстречу ему соответственно сейчас мы вот этот уберем вот этот хтз у нас друзья трудился на этом поле самого начала и наработал 14 и 4 моточаса закончил он больше половины почти что прошел я думаю что если мы навстречу вот этот хтз ему не пустили значит он потратил бы в районе 20 часов я думаю что на обработку всего вот этого огромного поля далее у нас эти хтз будут перенаправляться перенаправляться на другое поле где у нас работает мтз шичка вот на вот это вот огромное поле сейчас мы посмотрим на работу мтз мтз отработал 15 6 часов справляется неплохо трактор не глючит трактор работает идеально износ не такой быстрый значит держится крепкий молодец сами знаете легендарный трактор мтз вот ну соответственно в районе 20 минут надо чинить эту бочечку бочечка конечно изнашивается довольно таки быстро вот далее 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 здесь у нас еще работает один хтз но я думаю в помощь мы ему сейчас кого-нибудь тоже направим потому как здесь он один будет очень и очень долго это все дело разбрасывает разбрасывает извести друзья вот и у нас есть еще один такой мву только синего цвета на базе мы его наполним и сюда какой-нибудь мтз или хтз тот же самый отправим ему в помощь так возвращаемся на базу и готовимся уже к пассивной друзья будем засеивать вот это вот вот это где у нас вот это вот поле вот это поле полностью у нас обработан также у нас из новинок друзья из новинок приобрел вот такой вот force creed значит потому как и считаю что удобней он ездит намного удобнее намного он про поворотливее намного с ним работать комфортнее чем с прицепной сенокосилкой мтз все-таки у нас будет ездить значит с подборщиком рулонов вот вот это все место мы соответственно докосим и соответственно это все дело затюкуем будем все-таки пытаться заполнить хотя бы один вот этот навес чтобы нам именно село захватило на зиму значит далее смотрим вот это поле полностью у нас подготовлена к посеву полностью подготовлена к посеву там одну полосочку оставили небольшую но ничего страшного смотрите у нас значит и уровень азота в порядке и значит уровень ph тоже в порядке здесь у нас обработано как жидким навозом так и обработано все это дело известью вот здесь можно посмотреть я вас не обманываю все здесь у нас полностью готова к посеву сейчас этим мы с вами и займемся отправим сюда 4 трактора но для начала значит нужно их еще отмыть и расцепить плуга лемкин в будущем значит у нас четыре съелки стоит они уже отработали они не первую они уже прошли обкатку значит работали показали себя в действии в работе очень хорошо и огромнейший конечно же их плюс то что у них встроенный культиватор это вот именно огромный их плюс значит сейчас мы это все дело отмываем в будущем друзья возможно откажусь от плугов лемкин в пользу плугов пл.н. отечественной разработки отечественного значит выпуска потому как с плугами пл.н. наймит работает куда куда интереснее он не оставляет вот эти проплешины в начале поля да конечно казалось бы можно эти проплешины вручную пройти значит по этой кромке полей но это опять время это опять затраты я считаю что ну просто можно заменить эти плуга в принципе мы их продадим и за меньшую цену купим пл.н. и останемся еще и в плюсе как бы наваримся на этом деле посмотрим посмотрим будущем как это все дело реализовать так значит подцеплять будем 4 трактора кировец ну конечно будут есть топливо будет еще что-то расход по топливу но значит мощнее тракторов у нас нет пока что иномарок мы не закупили потому что иномарки стоят бешеных денег ну будем использовать то что имеем так паркуем значит зацепляем это все дело цепляем селки и едем уже значит на поле растаем технику я думаю примерно часа за три часа за три думаю что они справятся засеивать мы будем либо канолу либо значит подсолнечник либо соевые бобы сейчас определимся но я думаю что вот именно это первое поле мы все-таки засеем солнце подсолнечником я считаю что причем это самая дорогая культура получается даже если не самая дорогая но одна из самых дорогих культур в этой игре поле у нас удобрено на сто процентов значит и урожай должен быть просто колоссальный поэтому по деньгам и думаю что мы тоже заработаем неплохо друзья сейчас покажу в рублевой экономики стоимость полей стоимость полей конечно меня немножко удивило такое ощущение что мы продаем участок земли под элитный поселок где-нибудь в подмосковье где-нибудь в барвихе да получается вот смотрите давайте так на вскидку просто 12 поле у нас 373 миллиона рублей получается так а где у нас деревня вот у нас деревня вот это да мы видим что такие вот давайте 21 поле посмотрим а по 181 миллион рублей получается размер поля 110 гектар значит не слабо так стоит земелька будем значит это все дело учитывать но ощущение такое складывается что землю продаем реально где-то в подмосковье под строительство торгового центра торгового комплекса или еще под строительство какой-нибудь элитного жилищного квартала не знают тем не менее имеем то что имеем так отмываем последний вот этот ленкин но остальные уже от моем по ходу игры когда особо заняться будет нечем не знаю возможно возможно что в будущем и конечно это все дело будем продавать не знаю мне pln плуги понравились куда больше у нас есть два плуга один работает 700 другой работает с хтз и надо сказать что нами ты работаю с ними просто великолепно вообще нареканий к ним как бы и нет да вот здесь вот специально выделил такую площадочку под плуги городил это все железно-бетонными конструкциями чтобы дальше туда ничего не ездили не ставили вот это все сделал с помощью статичных объектов которые можно скачать в интернете и любой желающий может их найти я уже не помню где и взял кстати их можно скачать даже на мод хобби прямо из игры просто нужно немножко проявить усердие и найти данные значит статичные объекты также у меня есть фонарные столбы так как здесь на базе ночью работать два или три фонаря и тут вообще ничего не видно вообще от слова совсем фонарей здесь конкретно не хватает и так 7 соточка у нас 26 и 5 моточаса отпахала нормально все значит остальные трактора в принципе остался один значит у нас трактор остальные мы вот это все дело расцепим и отмоем чуть позже сейчас же нам надо направить трактора на работу на посев именно пока они будут сеять центральное поле наше я думаю что те поля мы уже успеем обработать значит и жидким навозом а если жидкий навоз у нас будет хотят я думаю что наверное нет смысла покупать с навоза разбрасывать или тратить опять же огромные деньги пускай все-таки останется жидкий навоз потом в дальнейшем посмотрим чем мы будем его еще обрабатывать и также известью так follow me помощь спасибо да я сказал что у нас есть еще здесь у нас заправлена семена вот такой вот прицеп на 20 кубов значит а здесь в этом прицепе дон у нас заправлена значит удобрение до гранулирования вот и есть еще одна мвушка вот такой вот синего цвета абсолютно новая муха не сидела и мы ее также отправим чуть позже в помощь хтз нужно чтобы поля были все удобрены по максимум чтобы у нас был прямо конкретный урожай поехали так я думаю что 4 селки нам вполне хватит я уверен что их вполне хватит нет никакого смысла считаю что нет никакого смысла закупать прямо огромное количество селок и друзья почему именно вот такие селки хор хор да получается селки эти по моему 8 метров 8 метров вылет сейчас мы это все дело с вами проверим есть конечно сейчас объясню почему такие селки есть возможность конечно взять огромные селки большего значит диаметра большего размаха значит смотрите 9 метров 9 метров друзья почему я взял именно вот эти селки и считаю что они самые универсальные потому как имеет встроенный культиватор и если брать друзья если брать селку намного шире упал при повороте при развороте на следующий круг наймит будет оставлять огромную проплешину это все уже друзья испытано огромную проплешину и тем самым будет пропускать огромные участки есть также есть также друзьям вероятность того что именно на краях полей где растут деревья березы и так далее он там просто застрянет просто застрянет и потом напишет что наймит неожиданно прекратил работу это нужно тоже учитывать при выборе именно этих селок здесь есть два варианта либо отступить с помощью терраформинга кромку полей подрихтовать мы тем самым значит потерять часть часть какой-то плодородной земли и соответственно часть урожая либо же выпилить значит аллею из берез но и это еще убить целый день примерно работы так что мы от этого будем отказываться и на вполне этих силах хватает трактора работы с ними идеально и никаких тупников ничего не происходит все погнали ведущий у нас значит старичок 34 и 4 моточаса друзья вот я где-то слыхал такую что значит штуку слыхал где-то на каком-то форуме не знаю на русском и говорящем или на европейском форуме что вы значит гиганты вшили вшили ресурс мототехники в игру на 600 часов после выработки значит мототехники 600 часов трактор ломается без возможности его починки без возможности какого-то сервисного обслуживания сервисного ремонта и вам ничего не остается как только покупать новый трактор новый комбайн новую сейлку новый плуг и так далее где-то я это находил что ресурс техники здесь рассчитан на 6 на 600 часов моточасов но надо найти еще такого индивидуума который смог бы отыграть на тракторе 600 часов и более я не знаю ну это надо сутками зависать фермере и примерно потратить на это в районе полугода наверное получается так все первый пошел значит меняем меняем значит что мы сажаем здесь у нас здесь пойдет значит я считаю что здесь мы посадим где у нас подсолнечник тише 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 он может кстати друзьям а вот здесь у нас проблема прошу прощения немножко приболел здесь у нас проблема что подсолнечник мы можем посадить только с помощью сажалки а не сеялки значит здесь у нас будет канала кстати вот некоторые писали что посади каналу канулу значит дорогая культура вот все будем сажать канулу первый пошел сейчас мы значит уберем найми то запускаем 1 погнали отлично все поехали все хорошо канала растет почва суглинок и так далее ph в норме азот в норме едем дальше запускаем 2 3 и 4 с краешку думаю что примерно два три часа на это у них уйдет но считаю что сделают это все довольно таки быстро потом перенаправим их на другое поле и вот там они уже немножко поработают поработают и по урожаю потом мы с вами посмотрим значит склад я опустошил почти что опустошил там принципе осталось примерно кубов 40-50 это все дело мы тоже поправим сдадим будет время отвезем принципе не так уж и трудно 16 километров туда 16 обратно быстренько это все дело отвезем так где нам его значит поставить вот этот но я думаю что где-нибудь вот здесь мы сейчас его поставим направим и все будет нормально так разложимся сразу сразу же сделаем канулу обязательно блин канала все отлично и значит запустим сейчас его где-нибудь вот отсюда следующий у нас пойдет дальше и следующий пойдет с краешку все отлично вот здесь сейчас мы его запустим главное чтобы они не шли навстречу друг другу иначе получит получится какой тут это тоже надо будет следить проверять все отправляем его вот здесь так удачи ну а мы поедем дальше этот мы поставим где-то ближе к центру и следующий мы поставим заработная плата друзья 165 тысяч рублей 165 тысяч рублей не слабо так механизаторы зарабатывают у нас так смотрим расстояние чтобы было плюс минус примерно одинаковое раскладываемся все никак не дойдут руки у меня промерить полностью с помощью вот dlc точного земледелия полностью промерить это поле хотя бы одно поле чтобы у меня было какое-то склону какая-то информация по этому полю конечно же остальные поля я пока что не вижу никакого смысла промерять просто гробить свое время вот все отлично так стоп 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 стой стой заболтался вот как бывает друзья заболтался и наймит поехал нас сажать пшеницу так попытка номер два перезапускаем очень очень важно очень важно за этим всем следить иначе получится просто ну не то что нехорошо получится просто катастрофа половина поля будет пшеницей половина поля канолой другая половина еще каким-нибудь ячменем будет засеяна так попытка номер два поехали ну все отлично остался последний сейчас мы его направим самый край и будем ждать уже результатов так по ходу сразу надо разложиться и сразу поменяем семена на канулу все отлично канула самый край поля у нас получается вот там вот вот там поля все терраформингом у нас исправлены для большего удобства да кстати у меня ведь еще осталось новое поле я только прошел контур поле поле получается нужно распахивать вручную но одному мне будет естественно тяжело возможно кого-нибудь призовем на помощь и снимем поэтому отдельный ролик целый как мы это все будем делать то что размеры действительно огроменные одному здесь ну здесь просто можно неделю зависать так вот этот краешек у нас поле все отлично канула все проверили запускаем погнали так еще раз проверяем сейчас мы быстренько тут сохранимся еще раз проверяем чтобы у нас все трактора были сажали канулу вот у нас полосочки пошли канула садимся здесь канула здесь также канула и соответственно здесь все отлично все отлично все хорошо процесс так сказать запущен процесс пошел так значит здесь у нас все тоже удобрено эти трактора мы все перенаправляем на следующее поле блин кстати схалтурил ты почему не доделал полосочка осталось да вот видите друзья как нами ты работают именно вот с этой кромкой поле не знаю ну прям беда какая-то комбайн не убирая до конца значит наймить с плугом до конца это дело не распахивает вот не знаю с чем это связано и почему этот вот так почему ты не хочешь здесь обрабатывать стоять бог с ним наверное здесь все таки я припахивал новые поля возможно семья была не задействована изначально все значит вот эти у нас два хтз с мж т16 отправляется в помощь мтз который разбрасывает у нас сейчас жидкий навоз раскладывает укладывает разливает на первом поле и значит мы сейчас направим в помощь значит вот этому хтз где он у нас где 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 вот здесь у нас он трудится трудится разбрасывая известь мы сейчас отправим ему еще в помощь какой-нибудь трактор для того чтобы это все дело как можно быстрее обрабатывалась друзья на этом у меня все всем огромного урожая следите за сериями значит стараюсь для вас если вам интересно не забывайте поставить лайк написать комментарий возможно дадите какой-нибудь совет я всегда открыт для общения отвечаю на все комментарии вот значит если дадите какой-то совет буду очень благодарен друзья всем хорошего настроения всем хорошего громадного урожая и всем пока